С начала сентября на Южной магистрали начала функционировать отдельная полоса для общественного транспорта. В мире отметили, что выделенные полосы будут не только для общественного транспорта, предусмотрены также и для велосипедов, самокатов, спецмашин, транспорта Тазалыха, селенхоза, скорой помощи, МЧС и прочих. Полтора часа. Но у них нет возможности, как у автолюбителей, сидеть в комфорте, слушать музыку, заниматься своими личными делами, по телефону решать свои вопросы. В автобусе такого нет. Поэтому мы в первую очередь для мэрии города Бишкек это обеспечить комфорт именно для тех людей, которые большинство людей, горожан. Это более миллион человек. Сами водители недовольны тем, что выделенная полоса создает пробки и аварийные ситуации на дороге. В Бишкеке у нас есть еще и другие транспорты. Мы не можем 향ать пробки. Выделенные линии хорошо, но у нас пробки здесь постоянно. И ночью, и днем. да и выезжаешь на ту линию машины не пропускают проходят стоять общественного транспорта мало ходит на пробки создать либо больше линии делать надо не 2 а 3 сделать а эту поуже чуть-чуть пустая полоса а был их машины ремесет и туда полный эксперимент может быть так а так по моему себя не оправдает на прошлой неделе депутат эмиль джамграчиев на заседании джорка кенеша предложил отменить выделенные для общественного транспорта полосы по его словам если раньше за 25 минут жители бишкека добираясь от микрорайона самбо и до центра то сейчас это же дорога занимает полтора часа и южно магистрами гуляться муру джима бешмин это это сам байдан шоу барбурга гетчусь а за просто биржа рмс отыграет ас аккортом о море нынче наху тече минен кожу мча автобус тарга джолго тишпёш кэрик табель токтом чарко и штур а его пробка вода алберили с каждым годом город расширяется и поток машин не позволяет в полной мере ликвидировать заторы считают эксперты по их словам надо принимать кардинальные меры в дорожных движениях особенно в столице например сделать односторонними некоторые улицы хотел бы предлагать например да киевские односторонние движения направили да теперь других улицах тоже также можно например белинский полный вниз можно направлять советский мол вверх ахумбаева направо тогда круговое движение будет а все полосы если задействованы в одно направление там затора не будет пожалуйста для общественного транспорта можно начать круговое движение и быстро будем перемещаться в мире отметили что в ближайшее время общественного муниципального транспорта будет в 5 раз больше и для этого объема нужно создать условия кроме тех улиц на которых уже наносится разметка также рассматривается улице 7 апреля юна салиева бывшая карла маркса и советская от магистрали до джебек джулу напомним концу года бишкеке будет около 800 единиц муниципального транспорта уже прибыли 200 автобусов различные модификации еще 300 ожидаются в течение месяца завтра 2 в в в в Субтитры создавал DimaTorzok